Девушки отдыхают 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 что такое кейтеринг? Нет, это слово до сих пор является каким-то, что это такое. Тогда я начинаю пояснювать, это очень известное слово для киевских компаний, и когда они шукают какую-то организацию заходов своих в Кропивницкому, то они находят меня благодаря этому слову, потому что они понимают, что я им нужна, потому что я этим занимаюсь, они не идут в кафе или ресторан. Но как это происходит? У вас есть разработанное меню, либо ты для каждого человека отдельно подбираешься? У меня есть меню, но для каждого человека мы придумаем. Я, например, очень не люблю, когда я выслала людям меню, они выбрали блюдо, и все просто, мне это очень интересно. А ты любишь, чтобы вы сможете сделать это? Да, если честно, я каждый раз пытаюсь людям, ну, как, индивидуальный подход, он всегда есть, но мне хочется что-то сделать так, как они хотят. Чтобы они слышали, что это не конвейер, а это такой как-то особистий подход к людям. Мне хочется, чтобы они слышали, что... Да, мы общаемся, очень часто мы не можем особисто поспілкуваться, мы общаемся в телефонном режиме или онлайн, как-то переписываемся. Это такой формат, не очень такой. Переписываемся. Мы один одному переселиваем с коментарями, а тогда по телефону все обговорюем. Ну, очень часто люди заняты, очень часто мы не можем найти там, а там захід завтра, то уже, зрозуміло, никакой встречи додатковой не может. Обговорили по телефону, мы там на месте уже все дооформлюем, ну, так, подложим под клиентом. А який був у нас найскладнейший, найскладнейший замовлення, на чим довелися попросить? Найскладнейший замовлення для меня было, у меня в початку было такие маленькие замовлення, на 20-30 людей, такие домашние. А тогда появилось первое замовлення, это на заводе був день открытых дверей, и треба было сделать фуршет на 60 людей. То сказать, что я не спала, то это мало будет сказать. Я просто ходила, и каждую хвилину обдумывала, обдумывала, обдумывала. В принципе, все пройшло нормально, но я очень хвилювалась, это было очень тревожно для меня. А тогда оно пошло, пошло, 60-100 людей. Когда после 100 в меня вийшов ревень, у меня в один день было замовлення на 40 людей, и на 220 в тот же день. И когда это замовлення, то это уже было нормально. Я уже алгоритм дий виробила, и я тогда уже меньше хвилювалась, чем для 60 людей. Все же помнят, да? Главное, значит, научиться управлять тремя людьми, а дальше количество они меньше. Как раз хотела про людей спросить. Одна, ты однозначно бы с этим не справилась. Кто в твоей команде, и легко ли вообще было найти людей? Нет. Люди – это самый сложный фактор в моей сфере, потому что я, в принципе, в меня есть стабильная команда, это там несколько поваров, несколько официантов, но на великое замовлення я завжди залучаю додатковых людей, которые, в принципе, меняются. Ну, не прямо часто, но все-таки они изменятся. И каждый раз – это все с початком. Мы знакомимся, в день замовлення буває, и треба быстро ввести людину в справу. Ну, я завжди присутня. Я присутня на кухне каждую хвилину, я присутня на замовленні каждую хвилину. Пока что я не могу дозволить приняти замовлення и отпустить людей без своего контроля. Пока что у меня мания контроля присутня. И поэтому какие-то маленькие нюансы мы коригуем. Пока ты занимаешься сама, пока твое дело успешное. Да. Ну, это пока небольшая компания. А разрастешься до масштабов серьезных. Тогда уже управляющие, SEO появятся. Ну, тогда люди, чем дальше, тем люди стают профессиональней, с тем, с которыми я працюю. В принципе, уже чем дальше, я понимаю, что не треба каждый крок контролировать, уже повар сам все знает. Ну, тобто, уже легче стает. А ты как-то вообще повышаешь свой профессиональный уровень? Где вы черпаете вдохновение? Порой бывает, смотришь, ой, извините, на кетеринговой компанией и ну какую-то, ну такую магию они там делают. Там и дым, и, ну, голая женщина, в принципе, уже этим никого не удивишь. Голая женщина? Ну, почему? Ну, это пережитки 90-х. Ну, камон. Вот, но делать, чтобы... Камон, это пережитки 2000-х. Вот, соответственно, как вы развиваетесь? Скажем так, больше это саморозвиток, больше это мы читаем пока. Вот это в тиме нашего эфира. Тобто, на жаль, прям таких специализованих для поварів курсов по кетерингу немае. Я бы дуже хотела, чтобы мой повар поехал туда. Я шукала, ничего такого не мое. Это все кухня та самая, но в маленьких размерах. Ну, если ты говоришь про фуршеты, про канапе, про все такие хорошие закуски, это все пока, что мы читаем, дивимся, пробуем самим. Сметили картинку, вот сделали. Да, пробовали, подивили. Я тебе хочу сказать, что есть, в принципе, в мире есть такие компании, которые, имея свой успешный ресторан, там 50% всех денег зарабатывают на банкетах именно вот на этом кетеринге. Ну, я был на одних рестапрактиках, где был владелец ресторана библиотека номер один, это Рига, и они проводят специальные такие вот мероприятия, показывая, что мы умеем. И к ним приезжает там пол Европы, и они ездят в Норвегию, ну, это близко там для них, там Норвегия, всякая Финляндия, они ездят в Норвегию. Чтобы представить, сколько стоит такое обучение. Треба запомнить, надо чем всякая Финляндия. Ира, кстати, вот, извиня, раз заговорили о деньгах. Вообще, первичные инвестиции, они, это был какой порядок цифр, и что было самой большой статьей затратов? Взяла кастрюли бабушки, казанок у дедушки, и все, запустилось. Вот, кстати, нет, я была, краем глазом видела, что Крендель ввел презентацию, я вот проходила по Дворцовой, смотрю презентацию, и еда. Ну, мне туда доступа нет, но я обратила внимание, что еда была очень красивая, канапешечки там в стаканчиках, вот такого у нас никто еще не делал. Ну, вот, в принципе, первые вкладки финансовые, это были в какой-то минимум посуду. Я начинала на посуду, скажем, арендованную. Я брала в ресторані, ну, ці тарелки, виделки, а посуд для кейтеринга, він трошки специфичный, там мають бути підставки, зеркала, какие-то такие гарные декоративные вещи. То это были первые мои вкладки. Была невеличка, я была дуже далека від цього-цього. Пиар-кампанія, такая примитивная, з моей стороны. Ну, реклама, какие-то там листинки, якийсь баннер, навіть в мене цілий місяць стояло. Ну, так, воно все было... Почему авокадо? Да, я не так не спросил. Потому что у меня сразу в голове, ты сказала, за голову женщин, а у меня сразу песня авокадо. Пошел поток мыслей. Авокадо. И сразу, понимаешь, о чем я речу? Ну, я не буду там фантазовать, что это любимый мой фрукт, и мне там прабабушка подарила цедеру. Классные салаты, получается. Да, это такой... Я хотела назву якусь не назвать, там, радуга, там, салат радуга, и никто не знает, что в нем. Я хотела назвать компанію, чтобы все понимали, что она связана с ежей. И с ежей також, ну, якуюсь такую простою, здоровую. Мясо, например, как-нибудь. Мясо. Ну, тогда бы люди думали, что это только мясо. Ну, я понимаю, что авокадо может думать, что мы только авокадо. Да, в мене така... Ну, идея моего и моей кухни, что она должна быть здоровой, корисной, простой, но вышуканной. Ну, вот, я как-то таки... Авокадо такой продукт, вроде как-то простой и непростой, да? Да, да, да. От, я не люблю майонез, я не люблю какие-то такие соусы покупные. Мы пытаемся делать все сами. И того, в принципе, по силу до здоровой кухни в мене тоже есть. И того я выбирала такой продукт, зеленый, корисный, для названия своего предприятия. Скажи, ну, сейчас основное направление деятельности это выездное обслуживание. Да. А есть ли еще какие-то ниши, связанные с этой сферой, которую ты планируешь занять? Ну, вот, сейчас, как раз активно, я разработаю доставку обедей в офис. Ну, я не знаю, на сколько это пойдет, потому что, в принципе, доставлять один обед в один офис, мне это пока что сложно, невыгодно. Так, корпоративно. Корпоративно. Собирайтесь в бухгалтерии, финансовыми отделами, выбрасывайте мивины, пончики, заказывайте. Так. Нормально, не штофуют? У тебя, у тебя реально здесь, вот, ты как раз идешь, где почувствуется конкуренция от бабушек. Да, да, есть много таких людей, которые пирожки носят в офис. Смотри, как будет плевать. Плевать, это точно. Ну, в тот же час, есть корпоративные клиенты, Там корпоративной этики нет. Фирмы, которые... Каждый сам заседает. Там жестко. Не, ну, я понимаю. В принципе, ходить и конкуровать с бабусями я и не хочу. Мені це не сильно потребно. У тебя же есть социальный проект. Ты кормишь бабушек же, правильно? Ну, то так, попутно трошки. Ничего, все равно. У меня есть клиенты, не в мене есть, а взагалі есть клиенты, которые не работают с бабушками. У них офис в Киеве, и они звонят, замовляют фирму, юридичную особу, которая их будет готовить, их не офис. И бабушка, которая смачно готовит, для них не подходящий вариант. Да, 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 да. Того в мене, в принципе, ціль таких клиентов... Некуда денег, ты себя побезнала, наверное. Да, да, вона не працю, побезнала. Того, в принципе, в мене ціль найти таких клиентов, їх багато, у нас багато фирм різних, в принципе, я думаю, я найду. Ну, а какие инструменты ты используешь, чтобы их найти? Есть у тебя коммуникационная стратегия? Ні, на самом деле, я не хочу делать великую, великую, якусь акцию рекламную, якось шукати... Я поки шукаю самостійно великих клиентов, виходжу, пропоную, а вони говорят, так чи ні, бо, якщо я скажу це, я вже так, в мене була спроба сказати це в интернеті, мені починають писати, ну, будь ласка, я дуже хочу обід, мені один туда, там, на Балашовку. Я по своїй такій доброті душевній починаю брати такі замовлення, а тоді падаю з них. І тому я пока так не хочу афішувати, для всіх пересічних людей по один-два обіди я пока не беру такі замовлення. 30 гривен, 30 гривен на таксі і все, я отвездаюсь. Так, так, ну, так. Слушай, от ты пришла в бизнес в такой, отчасти уязвимый период для каждой женщины, ты была в декреті, вот, для меня это сейчас очень актуальный вопрос. Скажи, вот, молодым мамам, которые боятся сделать этот первый шаг, как ты преодолела этот рубеж? І был ли он у тебя вообще? Что ты можешь посоветовать, как-то вдохновить людей? Тільки молодым мамам? Нет, ну, вот всем. Ты просто такой микс собрала. Наприклад, я знаю, що в декреті якраз у мене був цей такий кризис личності, коли я розуміла, що я не хочу повертатись до того, що я робила до нього. А что ты делала до этого? Ой, до того, два роки, ми з чоловіком відкрили магазин автозапчастин. Как романтично. Я була там до... То, чим хочется заниматься. Можно трошки так хвилинку в сторону. Я була там в останній день роботи перед пологами, переночувала, ми пішли на фотосесію і потім я родила в той день. Тобто я на роботі була до останнього дня. По-перше, він уже владнав свій бізнес так, що я не повинна була повертатись. Вже були працівники, все було... Моя участь не потрібна була, плюс це не моя сфера, я це розуміла. І якраз в декреті я багато над цим думала. Думала, думала, так воно вилилось. Тому в декреті, наприклад, у людей є час. Навпаки, це дуже такий класний період, коли ти можеш дозволити рік, декілька місяців, яка ситуація, подумати, що ти хочеш робити. Єдине, що в декреті чомусь дуже багато дівчата починають оці якісь творчі такі проекти і думають, що це буде бізнес. Якось зараз, я розумію, що не всі оці хендмейд-штуки, це не все є бізнес. Є хобі в кожної людини, є бізнес. От треба розуміти, що не все хобі може стати прибутковою справою. Не плутати. Так, не плутати, тому що дуже багато в інтернеті ми знаємо дівчат, які цим займаються, але все одно вони шукають заробітку десь на роботах. Тому треба знайти якусь середину золоту між тим, що ти подобається і між тим, що ти буде приносити гроші. Якийсь треба не гормональний підхід, а такий трошки холодний. Може порадитися чоловіком. Все правильно. Все таки чоловіки, вони більше. Прямо що не привычно святують такої жінки. Жорсткі, видиш, вони жорсткі. Так, холодний розчот. Ну, жінки в декреті взагалі такі дуже творчі. Я там, це у мене, а мій муж. Жорсткі. А ти, давай, посчитай. На цій ноті оптимістичній, жорсткій ноті. Жорсткій ноті. Я пропоную закінчувати наш гостєвий майданчик. У нас сьогодні була Ірина Маркова. Успішна жінка просто протитрувати так, і я запропонував перед нашим ефіром. Не перемикайте. Ефір ранкового Кау-вікенд, який присвячений успіху, продовжується. І ми повернемося після невеличкої паузи. Пасібо. Пасібо, яка.